Друзья, мы когда сюда ехали, скорее всего вы уже посмотрите, а может быть это видео будет раньше. Там вся дорога была такая пасмурная, дождливая. Вот вам поселок Лазаревская. Это часть Большого Сочи. Один из его районов, так сказать. Наслаждайтесь солнечной погодой, красотой вокруг. Это просто восхитительно. И потом можно будет сравнить, как все выглядит, а мне, на основе. Впереди камера на 40. Спасибо, брат! Ну, 40. Скидываем скорость. Я буду смотреть. Скажи, Светлана, тебе вот какое место больше всего в Лазаревском нравится? Я в Лазаревском не была никогда. Я не знаю. Ну, ты на пляже была только один раз со мной, получается. Ну, когда ночью. Значит, тогда нам свою дичь обсудить. Ну, а вообще, вот по дороге, как тебе вот сам поселок, как думаешь, он для отдыха? Большой. Море, как обычно, мало. Море мало. Я просто представляю, когда входят там ягрины до щели до большого поселка. Ну, кажется, где они там купаются. А здесь... При том, выходов к морю-то не очень мало, я так понимаю. Там выходов 5-6, наверное, как бы идти за рогу, что ли. Небольшой поселок. Но притяженный в длину. Море-то рядом, а вот как к нему попасть, вопрос, сколько ходить берется в таких моментах. Под ЖД. Ну, тут еще вот есть такое место, да, вот в центре, где центральная набережная, считается Лазаревском. За которую многие, кстати, любят Лазаревское, за тот райончик. Он под ЖД переходом проезд, и там вот прям такой пятачок намытый речкой, наверное, за долгие годы. И там построен вот как раз-таки этот курортный кластер, из которого люди попадают в море. А так в основном везде это... Вот что здесь? Что здесь? Вез одна Нива, и все. И перестал лезть. И перестал лезть, да. А так вот опять тоже мы видим тут проход к морю под ЖД. И начало Лазаревского, оно самое такое затяжное. Там тоже очень много курортных объектов расположено. Прямо жарко становится, честно. Только вышло солнце, и сразу три температуры. Когда у нас был 21 градус в Бадлере, в Лазаревском с утра градусники показали плюс 5. И мне мои подписчики писали, вот это да, вроде бы так близко все, а такой контраст температуры. Да, друзья, и такое бывает. Вроде бы мы были недалеко, тут всего лишь, ну около ста километров до Адлера. И очень большой расход температуры. Что брать? Адлер и взять тот же самый... Не, я вижу куда ехать. Адлер сравнить с хостой, да. В хосте более мягкий климат. Хотя хосты между Адлером и Сочи находятся. Как-то между гор там какие-то свои собственные особенности. Горы формируют как раз таки такой индивидуальный климат для каждого поселка. Здесь вот видите, мы едем вдоль ЖД. И вот про это место я и говорил, что с левой стороны за ЖД здесь расположен именно туристический пластик, в котором люди отдыхают. Мне здесь надо перестроиться, потому что здесь мы как раз выехали бы на набережную. Нам туда не надо. Я могу сказать, что очень многие проезжая через Лазаревское видели вот именно это место вот с правой стороны. Я с детства его помню, такие воспоминания, потому что здесь вдоль дороги стоят пальмы. И это восхитительно. Почему-то в детстве мне они казались еще больше, еще красивее. Сейчас, наверное, уже не сезон, они немножечко пожухли. Вот вижу, листики подсыхают. А летом уже там, ну или в конце лета, выглядит все совершенно по-другому. А если вы хотите все-таки в порокную часть, то, которая самая красивая набережная в Латаревском считается вот здесь налево, и там тоже и мусорочки стоят, и всякие разные объекты. Все это выглядит шикарно. Вот они пальмы с правой стороны. Красота. И под солнышком это выглядит в летних трассках, летних цветах. Здесь вот люди идут и практически ни на ком нет шапок. Можете посмотреть, я не обманываю. Принтересно, солнечно. И погодное видео, которое недавно снимал из Лазаревского. Мы просто где-то туда дальше конкретно, я пока что место чуть-чуть запутался. Останавливались в самом начале поселка. И я ходил на море, снимал. Показал, сказали, что неудачно место выбрал. Я особо не выбирал, просто остановился в любом месте и решил посмотреть, сколько здесь до моря. Соответственно, вот отсюда до моря будет дальше. Туда же в начале будет ближе. Так что вот так вот и живем. Лазаревское это у нас тоже поселок. Это не город. Большое население. И хотя вот вдоль дороги, по крайней мере, мы жизнь наблюдаем. Люди ходят, гуляют. Я думаю, сюда и на отдых еще многие приезжают. Потому что климат тоже неплохой. Конечно, если в межсезонье ехать куда-то, мне все-таки кажется, это Сочи. Хотя там считается сезон дождей. Здесь, говорят, может быть немножко суше. Потому что чуть-чуть больше продувается. Хотя вот Хоста, наверное, в этом смысле выигрывает всех. Говорят, что даже когда два длера дожди, то в Хосте дожди почему-то нет. Не знаю. Вроде бы все рядом. Я с местными общался. Вот они такие наблюдения свои рассказывают. Вот в этом месте мы, получается, восстанавливались чуть-чуть дальше. Да, вот Макдональдс показывает. И я ходил на пляж. То есть, да, мог бы дальше проехать. И заехать туда в город. Но мы там были в прошлый раз. Я поэтому решил сделать разнообразие, все где здесь. Если у вас есть интересного, что расскажите с правой стороны. Мы сейчас аквапарк проезжаем. Мне кажется, любой аквапарк по-напе до скорого. Вот этому аквапарку. Маленький. Такой центр с правой стороны. Бирюза или как он называется? Да. И санаторий Бирюза. Все рядочком. Ну, собственно, на этом Лазаревская и заканчивается. Здесь мы выезжаем уже из поселка. Очень близко на улице. ЖД детка сейчас. Дорога и сам пляж. Девушкина. Красная Кемара поехали. А куда? Нажал и бензин из бака так испарился. На таких машинах классно кататься. Я знаю. Шалко, что нельзя так приподняться. Вот накладки было классно. Пролететь сверху. И показать, насколько сейчас близко море. на пляжу. А вот здесь можно было бы. Речка вытекает и потом сюда можно смотреть. Это улица Лазарева и вот здесь уже как бы за поселком. За такой центральной частью поселка. Здесь очень дорого живет. Я когда искала варианты, мы думали либо Витязево уже, Лазаревска рассматривали и все дети. И вот улица Лазарева и еще по моему там дальше есть Победы. Или вот так и не было цены. Какие здесь дорогие цены. Потому что вот оно, пожалуйста, да? Море через ВД. Да, и есть Победы. Вот здесь вот есть наземный. Там ход земли есть. И очень дорого будешь, что ты, блин, по сути, на третьем этаже живя гостиница какой-то, видишь море. И рядом, собственно, вот всякие магниты, магазины. То есть вот можно сделать этот магнит. Вот сейчас пойдет улица Победы, там вообще бешеный цель. Ну вот направо пошел Победа, да? Да. Ну чуть дальше от дороги, то есть шума меньше получается. Да, да. И за счет этого ценится, наверное, дороже. Ну вот ты представь, да? Ты будешь ехать, ну как отдыхать, тут поезда. Вот смотри какой отель. Вот мне нравятся поезда. Вот это как для тебя шел волн, да? Ты засыпаешь. А я вот сейчас всегда отдыхала, я так кайфовала, когда поезда проезжали. Это для кого какой. Ушные релаксации все красные. Ты отброс в море, я отброс в море. То есть тебе надо дом поближе к жидо-станции, да? Почему бы нет? Я говорю, я же 4 дня или 5 дней даже больше отдыхали там, чем здесь с тобой. И я так кайфовала, то есть действительно, особенно если на этот момент дождь пойдет, это так, что еще дождя идёт. Ну что? Ну я говорю, тебе надо попробовать вытащить туда. Впереди камера на 40. По чем поезда? Ну, ну летом их, конечно, очень много поезда. Нельзя не отметить. Даже иногда перейти по рельсам, то есть там станешь и по силу стоишь минут 10, пока ласточку пропустишь, пока какой-то остановится поезд дальнего следования, мы его пропускаем, чтобы его пойти не как в зале, и становится прям, как проходит в море. Тоже минус своей праздник. Товарники носятся еще чаще, чем пассажирские. Я, кстати, даже не знала, что будет от Сочи до Туапсе, такое шумное движение вот именно товарных. А сейчас же еще и ласточки, дерево, велет. Через полтора километра крутой поворот налево. Мы прощаемся с вами, друзья. Благодарим за просмотр данного видеосюжета. Ну, хотелось показать, что дорога не только мрачная бывает, но и солнечная, красивая. Ведь что может быть вот прекрасней под солнечными лучами? Такие вот краски, да? Хотя в пасмурную погоду, вот мы сейчас в пасмурную зону взлетали, они выглядят не менее красиво. Но дождливая, а еще более, наверное, романтичная. Так что тут уже говорится, на вкус и цвет у всех фломастеры разные. Надеюсь, вам понравится и такая дорога, и дорога под дождем. Я вижу, куда мы поедем, наверх. Наверх. Самый верх. Ну, а с вами были Юрий и Светлана. Азаровские. 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 Пока-пока. 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 Продолжение следует...